Он должен был встретиться с Нильфгардским агентом по имени Генрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Продолжение следует... 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 Ну, все, все, все. Дяденька, чушь, он там! 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 Дяденька, чушь! Дяденька, чушь! Шевелись, bloodline! Дяденька, чушь! Дяденька, чушь! Дяденька, чушь! Чушь! Дяденька, чушь! Дяденька, чушь! Покажи мне свои товары! Денька, чушь! Денька, чушь! Чушь! Денька, чушь! Чушь! Денька, чушь! Денька, чушь! Отдохни! Что такое, седой? Денька, чушь! 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 Девушки отдыхают... Вы не из Барановых, Марган? Платва не так быстро! На-на-на! Продолжение следует... 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 Еще можно удаться. Девушки отдыхают. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может им перцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как из ветра! Продолжение следует... Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Пойди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно. Все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще. Странно. Даже лягушек не слыхать. Не знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Отлично. Недолго были. А село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет. И нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Вокруг следов лед. Правда, что ли? Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнуться, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Хм. Интересно. Учетная книга. Плата за мешок зерна. Счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы. Шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Сири. Поэтому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка – это барон и какая-то ведьма. Зараза. Гендрик. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...